Когда писалась эта тема, наступил праздник Курбан-Байрам. В этот праздник пятая часть рода человеческого, 300 миллионов человек, одновременно возвеличивая Творца, говорят. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И более 20 тысяч паломников, все вместе одновременно на горе Арафат, говорят Аллаху Акбар. Словно огромный земной шар, в соответствии со своей величиной, дает услышать это священное слово своим товарищам планетам, здравствующим в небесах. И я представил себе, ощутил и убедился, что это в качестве своеобразного отзвука слово Аллаху Акбар, который 1300 лет назад со своими близкими и сподвижниками говорил и велел говорить пророк Мухаммад. Мир ему и благословение Аллаха является ответом посредством великого и разностороннего поклонения на многогранное проявление божественного правления через величие его титула. Раббуль арди ва Раббуль ааламин. Господь земли и Господь миров. Потом я подумал, интересно, а есть ли связь этого священного слова и с нашей темой? И сразу мне пришло в голову, что во главе с этим словом Аллаху Акбар многие такие слова из признаков ислама, как «Свят Аллах», «Хвала Аллаху» и «Нет Бога, кроме Аллаха», которые носят название «Бакияты салихат», то есть «Вечно остающиеся благодеяния», напоминают о нашей частной и общей теме и указывают на ее проявление. Например, один из смыслов Аллаху Акбар означает, что могущество и знание Всевышнего велико и стоит над всем. Ничто не может выйти за пределы его знания, не может ускользнуть и избежать распоряжения его могущества. И он еще более велик, чем самые великие вещи и явления, которых мы боимся. Стало быть, он могучее того, чтобы сотворить день воскрешения, спасти нас от небытия и подарить вечное блаженство. Он более велик, всего удивительного и не укладывающегося в нашем сознании, что как совершенно ясно сказано в аяте. «Ваше сотворение и воскрешение такое же, как и единой души». Для этого могущества воскресить весь род человеческий так же просто, как сотворить всего лишь одного человека. И вот согласно этому смыслу общеизвестно. Каждый человек по отношению к большим бедам и великим целям говорит «Аллах велик! Аллах велик!» Этим утешая и подкрепляя себя и находя себе точку опоры. Да. Это слово «Аллаху Акбар» вместе со своими двумя товарищами Субханаллах и Альхамдулилях являясь основами и сущностью намаза, заключающего в себе все виды поклонений, с повтором их в намазе и тазбихате, в молитвах, читаемых после намаза. Для укрепления смысла намаза дают в девятом слове очень сильный ответ на три великих истины и на вопросы, возникающие у человека от восхищения, радости и благоговения, испытываемых им, от видимых им во Вселенной удивительных, прекрасных и грандиозных и чрезвычайно необыкновенных вещей и явлений, которые вызывают восхищение и благодарение. И являются знамениями величия и грандиозности. Также и в конце шестнадцатого слова есть такое разъяснение. Подобно тому, как какой-нибудь рядовой солдат на празднике вместе с маршалом предстает перед правителем, в другие времена зная его через своего офицера. Точно так же каждый человек в хадже, в некоторой степени подобно праведникам, начинает познавать Всевышнего через такой его титул, как «Раббуль ард» «Ва раббуль ааламин» «Господь земли» «Господь миров» «И с каждым раскрытием его сердцу уровней этого величия», опять же, благодаря повторению слова «Аллаху акбар» «Дает ответ на все неоднократные и страстные вопросы изумления, заполняющие его душу». Также и в конце тридцатого сияния есть разъяснение, которое с корнем уничтожая самые важные происки дьяволов, опять же, словом Аллаху акбар «Дает твердый ответ» и вместе с этим «Дает краткий, но сильный ответ и на наш вопрос об ином мире, как и слово «Альхамду лиллях» «Хвала Аллаху», которое, напоминая о Дне Воскрешения, требует его прихода и говорит нам «У меня нет смысла без иного мира, ибо я означаю, что во всех временах от начала до конца все благодарности и благодарения от каждого создания и к каждому созданию принадлежат исключительно ему». «И поэтому началом всех благ и тем, что благо обращается в истинное благо, и тем, что благо обращает в истинное благо, и тем, что избавляет все сознательные существа от неисчислимых бед и небытия, может быть лишь только вечное блаженство, и лишь оно соответствует этому великому моему смыслу». «Да». «Да». «То, что каждый верующий человек после намазов каждый день по предписанию веры по меньшей мере более 150 раз повторяет слово «Альхамду лиллях». «Альхамду лиллях». «И то, что смысл этого слова выражает бесконечно обширное известное благодарение, является лишь только некой вперед уплачиваемой ценой вечного блаженства и рая. И смысл его не относится лишь к кратковременным и приходящим благам сего мира, смешанным с огорчениями и печалями, но касается их и выражает благодарение в том отношении, что они побуждают к достижению вечных благ». Священное же слово «Субхан Аллах» прославляет Всевышнего и означает, что Он не нуждается в соучастнике и чист и свободен от недостатков и изъянов, от несправедливости, бессилия, жестокости, от нужды лжи и от всех недостатков, противоречащих Его совершенству, красоте и величию. И в этом смысле это слово, напоминая, указывает и свидетельствует о вечном блаженстве, об ином мире и о рае в нем, который является предметом великолепия, величия, красоты и совершенства Его господства. Иначе, как было обосновано выше, если не будет вечного блаженства и Его господства и совершенства и величия и красота и милость будут запятнаны пороком и изъяном. Таким образом, каждое из этих священных слов, а также «Бисмиллях» во имя Аллаха и «Ла илляха илля Аллах» «Нет Бога, кроме Аллаха». И другие благословенные слова являются основой столпов веры и подобно мясным и сахарным экстрактам, открытым в наше время, являются экстрактами столпов веры и истин Корана. И так же, как эти три священных слова «Субханаллах», «Альхамдуллях», «Аллаху Акбар» являются основами намаза. Они являются и основами Корана, которые, как бриллиант, видны в начале блестящих сур Корана, и прямыми источниками и основами рисали Нур и семенами его истин, многие мысли которого приходили при чтении Тазбихата после намаза. И в отношении святости и поклонения Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В таком кругу освящения Творца в Тазбихате, читаемом после намаза, они представляют собой постоянно читаемые молитвы пути пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, которые во время каждого намаза более ста миллионов мусульман в этом великом кругу освящения с чётками в руках повторяют. Субханаллах! 33 раза! Альхамдулиллях! 33 раза! Аллаху Акбар! 33 раза! Итак, несомненно вы осознали, насколько ценно и полезно в таком очень великом кругу освящения Творца читать после намаза по 33 раза эти три благословенных слова, являющихся, как было сказано выше, экстрактами и основами и Корана, и Имана, и намаза. Подобно тому, как в начале этой брошюры первая тема стала прекрасным уроком о намазе, так и совершенно не предполагая, почти непроизвольно, её конец стал важным уроком от Азбихати после намаза. «Альхамду лиллахи аля ин'аме, субханака ла альма лана илла ма алямтана, иннака антал алим ул хаким». «Хвала Аллаху за его блага, причисты, мы знаем только то, чему ты нас научил, поистине, ты знающий, мудрый». Мудрый.